Благодаря лайфхаку из тиктока у меня теперь плюс 100 фпс. И что самое интересное, что все смогут поднять фпс. Иейо, друзья, всем привет, меня зовут Алекс, и это уже наша постоянная рубрика Проверка лайфхаков из тиктока. И как я понял, не один я был настолько сильно удивлен, что в тиктоке есть классные лайфхаки. А и вы также мне писали в комментариях, что тоже были в шоке. И поэтому я, конечно же, делаю продолжение. Ведь предыдущие три части вам просто безумно понравились. И вы это показываете своей активностью. Ну и сегодня так получилось, что практически все лайфхаки работали. Некоторые из них были читерские, какие-то помогали повышать фпс. И поэтому, конечно же, я вам советую досмотреть до конца. Ну и так как реально это ваша любимая рубрика, следующая часть выйдет после 10 тысяч лайков. Она уже так же готова. Поэтому дерзайте, друзья, можете хоть за полчаса набрать. И обязательно подписывайтесь, это большая проблема у меня на канале, что YouTube лагает и просто вас отписывает. Ну а если вы уже подписаны, тогда обязательно жмите на колокольчик. Ну и не забывайте писать комментарии, ведь я всегда теперь на них отвечаю. Только, блин, пишите, пожалуйста, не по пять комментариев, а один, реально. Ну а я вам желаю приятного просмотра. Итак, друзья, первый лайфхак на сегодня уже очень жесткий, я реально про него не знал. Да я уверен, что его реально мало кто знал, и его почти никто не использует. Точнее, я даже скажу вам больше, я его ни разу не видел в матчмейкинге, кто-то его использует. И, допустим, вот я уже прострелил один раз, ставим сюда чувака, нашего противника, ктшника. Это позиция стандартная, здесь всегда кто-то есть. Вот примерно вот здесь, здесь и здесь. И тут постоянно кто-то чекает шорт. И давайте все-таки проверим, как же работает этот лайфхак, потому что мне кажется, что он идеальный. Потому что террористам в дом зайти вообще изи. То есть, если вы будете вдвоем, то этот лайфхак сделать абсолютно легко. Но, даже если вы будете один, то это тоже легко сделать. Встаем сюда, как показывает автор видео, то есть вот тут, вот. Находим вот эту точку, как показывает автор этого видео. Можно даже, наверное, чуть ниже стрелять, чтобы попасть в того нашего противника. Вот. И мы его спокойно убиваем. На самом-то деле, этот лайфхак работает, да. Но если ваш противник лоичпи, и на самом-то деле, этот лайфхак можно пробовать с АВП, и я думаю, за выстрела 3 вы его убьете. Но если у вашего противника там будет 20 хп, то вы сможете забрать его из калаша. А если у вас противник будет фуловый, то есть 100 хп, то я вряд ли думаю, что он вам поможет. Потому что он наносит мало урона. Тут очень плохо простреливается, на самом-то деле. Да и плюс расстояние такое большое. И поэтому этот лайфхак, да, работает. Но он вас не будет спасать всегда. Поэтому я этому лайфхаку ставлю плюс-минус. И чем больше вы будете знать таких маленьких лайфхаков CSGO, то есть тем более вы круче будете играть. Я думаю, это и так все знают. Но почему-то в наше время их никто не использует, и все заходят просто в матчмейкинг, либо же на фейсид, просто так покатать, без лайфхаков, без ничего. И поэтому я ставлю этому лайфхаку плюс-минус, а мы переходим уже ко второму, я надеюсь, более интересному. Я хочу сказать, что в моем магазине аккаунта в casemarket.net появился, наконец-то, Valorant. И аккаунт с Valorant стоит всего лишь 199 рублей. Ну и конечно же, кроме этого, в моем магазине вы можете купить себе аккаунт CSGO, допустим, с ножом за 499 рублей, либо же просто аккаунт с Prime и рандомными скинами на аккаунте. Но либо же все игры по минимальным ценам. GTA 5 179 рублей. Либо же PUBG за 149 рублей. Ну и не забывай про акцию во время карантина. По промокоду SPRING15 ты получишь скидку 15%. Ссылка на мой магазин в описании. Второй лайфхак, мне кажется, будет намного ценней, потому что на карте DAS2 намного играет больше моих подписчиков. И поэтому, я думаю, его использовать будут многие. Итак, находим этот кирпич. Не очень-то понятно, куда было бросать, но я протестировал немножко. И просто посередине, реально, посередине примерно этого, этой тени нужно кидать. Вот, как видите сейчас на видео. Я не знаю, просто как по-другому это объяснить. И просто кидаете туда смок. Левой кнопкой мыши. Теперь подходите с АВП. И тут вы будете видеть полностью мид. То есть у вас будет маленькая щелочка, чтобы убить вашего противника на миду. А вот у вашего противника такой возможности не будет, потому что это ванвей смок, и вас видно не будет. У вас появляется большое преимущество, потому что вы будете видеть вашего противника идеально, а он вас еле-еле. И поэтому у людей, у которых хорошая реакция, они смогут спокойно использовать этот смок. Он реально имбовый. Даже если подальше станете, вы все равно будете видеть. Видите? Вот прям далеко станете, вы все равно будете видеть. И если даже в притык станете, вы все равно будете видеть. А ваш противник такой способности не имеет, чтобы видеть через смок. Ну если он не читер только. И поэтому этот ванвей смок получает у меня просто жирный плюс. Не плюс-минус, а прям жесткий плюс. Потому что я его даже собираюсь использовать в матчмейкинге, там на фейсите. Он очень удобный. Ну и если вы хотите попасть в мой ролик, заливайте свои ролики также по хэштегу CSGO лайфхаки. И я именно проверю ваш лайфхак. Поэтому дерзайте, друзья. А мы переходим уже к третьему лайфхаку. Итак, третий лайфхак безумно имбовый. Но скажу честно, я его знал, да. Но самая главная проблема лайфхака в CSGO, то что их знают многие, но их никто не использует. Вот главная проблема. Поэтому пора бы его повторить. Вам покажу, может многие не знали его. И он реально работает. Я ему уже с самого начала. Становимся в этот угол. Вот так вот. Находим эти две колонны. И просто наводимся прицелом посередине. Вот сюда. И просто кидаем молотов. Он попадает четко на кар. Там все горит. Вы можете просто раз и забрать вашего противника. Либо же он просто сгорит. Потому что этот молотов попадает просто идеально. И на самом-то деле многие могут сказать, типа, зачем нам именно этот лайфхак? Можно просто так закинуть как-то молотов туда. И я вам скажу, нет. Вы не попадете, если не будете на этот лайфхак. Вы можете стараться очень сильно. Но допустим, как-то на рандом. Многие просто кидают как-то на рандом полностью в сайт. Бессмысленные молотовы. И их тратят. Это безумно глупо. Потому что вы покупаете гранаты за деньги. Причем большие деньги они стоят. Молотов дофига стоят. И вы просто их тратите. Я не понимаю, это вообще прикол в CSGO. Я вижу это и на глобалах, и на сиверах, и на калашах. Люди покупают гранаты и не используют их по назначению. Они их кидают просто рандомно. А этот молотов очень поможет. Вот так вот вы вряд ли попадете. Видите? Как-то на рандом кидать, это очень опасно. И лучше использовать этот лайфхак. Потому что у вас будет получаться все с первого раза. Вас там не просматривают. Берете так вот спокойненько. Очень быстро кидается. И все. И прям четко попадает. Это вообще самый легкий лайфхак. Но самый пока эффективный в этом ролике. Итак, такого лайфхака я реально не знал. Но скажу вам, что по видео из тиктоку мне кажется, что это дикая имба. И давайте все-таки его проверим. Потому что мне кажется, что возможно это и не работает. Но вот там я поставил бота. И смотрим, как это будет все видно. Так, садимся прям впритык, как показывает автор видео. Ориентируемся примерно вот сюда. Вот эта трещина. Я ее видел на видео. И кидаем сюда правой кнопкой мыши. Итак, подходим вплотную. Мы видим спокойно противника. Даже отсюда, наверное. Нет, отсюда не видим. Но если подходить вплотную, то мы его видим. Вот он. Вот наш противник. И просто его убиваем. А теперь посмотрим, как это выглядит от вида нашего противника. Потому что мне кажется, что там есть какая-то небольшая щелочка, через которую нас видно. Так, сразу заранее оставим тут бота. И смотрим. Повторяем его снова же. Так, наводимся сюда. Кидаем. Попадает сюда реально четко. И идем сюда. Чего? Вообще ни капельки не видно. Вообще не просматривается. Друзья. Вот смотрите. Даже по карте, ну не видно. Видите? По карте не видно. И так тоже не видно. А вы видите? Это... Потому что идеальный смог. А возможно, благодаря ему вы сможете выиграть раунд. Я на самом деле даже не ожидал, что в ТикТоке можно таких годных лайфхаков насмотреться. А мы переходим уже к пятому лайфхаку. И вот. Почему я говорил, что в ТикТоке очень сложно записывать такие лайфхаки. И они не совсем работают. Потому что на видео из ТикТока очень плохо видно ваш прицел. Я бы вам сказал, его вообще не видно. Я приблизил себя на телефоне максимально. И он полностью расплылся. И вообще непонятно, куда было кидать. Но сейчас потренируемся. Сейчас вам все покажу. Работает лайфхак или не работает. И я его даже немножко уже придумал как усовершенствовать. Поэтому это очень безумно интересный лайфхак. Но не скажу, что он прям 100% работает. Скоро узнаете почему. Итак, подходим сюда вплотную. Берем смоук. И вот видим этот угол. И наводимся, как я понял, примерно вот сюда. То есть вот тут тень, тут тень. А мы примерно вот посередине. И кидаем смоук. Не прыгаем, ничего. Просто левой кнопкой мыши. Смоук куда он попадает. Вот сюда он попадает. И да, в принципе он закрывает полностью раш. Но видите какая проблема? Одно окно остается полностью открытое. У чувака, который снимал лайфхак, так же самое было. То есть, грубо говоря, вы можете кинуть и такой смоук. То есть вот так вот, типа, встаете где-то здесь. Или где-то здесь. И просто так вот откидываете. Либо здесь просто откидываете. И в принципе разницы особо нет. И тогда спрашиваются, зачем нужен именно этот лайфхак. Возможно, да. Когда они только рашат, и вы не успеваете как-то вот отсюда откинуть смоук. Но тоже. Можете и так вот кинуть. То есть, не важно. Абсолютно уже будет, как вы откинете смоук. Когда они будут уже пушить. Но есть классное дополнение этому лайфхаку. Использовать не смоук, а молотов. Это реально может помочь. Потому что, если вы кинете здесь молотов, то чуваки могут просто выпрыгнуть с окна этого. А если вы кинете как-то отсюда молотов, то у вас просто может не хватить времени. И поэтому этот лайфхак может сработать, да. То есть, становимся сюда. Находим это место. И кидаем молотов. То есть, видите, он попадает реально четко в окно. И он не отскакивает сюда. Он взрывается сразу здесь. То есть, он взрывается реально на самом имбовом месте, когда проходит террорист. И так, последний лайфхак на сегодня. Повышение FPS. Звучит очень привлекающе на самом-то деле. Карта из мастерской. Выбираем карту Config Generator. И так, я уже прописал NetGraph. У меня сейчас тут, ну, 280-300 FPS, как я вижу. И находим эту кнопочку Boost FPS. Вот она. И тут можно нажать Apply. Но сейчас я отключу съемку экрана, запись экрана. И включу просто на телефоне. Я вам покажу, что изменится. Итак, вот FPS без съемки. 380. Находим кнопочку FPS Boost. И просто застреляем. Нажимаем Apply. FPS. 460. Друзья, это не склейка. Видите, одним дублем я это все сделал. И вы понимаете, да. FPS повысился. То есть, этот лайфхак работает. И потом, чтобы мне никто не говорил, что я вру. Я вот снова включил съемку экрана. И FPS, как видите, проседает, когда я снимаю именно запись делаю экрана. Но это понятное дело, почему. Это очевидно. И FPS Boost кнопочка реально работает, друзья. То есть, вы можете написать в комментариях, что, блин, Алекс это фигня. Но если у меня сработало, почему у вас не сработает? Я не понимаю. Почему? Оно сработает у всех. Эту карту можно спокойно найти в мастерской. Ну а я надеюсь, что вам понравился этот ролик. И если это так, то обязательно влепи лайк. Тебе просто. Мне будет безумно приятно. Ну и не забывай нажать колокольчик. Это безумно важно. Ну а если ты еще не подписан, то парень, чего ты ждешь? Нас уже скоро будет миллион. Ну а на экране у тебя появился интересный ролик с моего канала. Просто кликай и смотри. Он безумно интересный. Ну а я желаю всем удачи. И до скорых встреч.